Веха создания компании начиналась, когда я ушел из Татнефтепродукта, я работал там начальником отдела. Отдела IT? Нет, не IT. Вообще я закончил КАИ, потом это было начало 90-х годов, то есть неинтересно никому, на железной дороге там был период, проводник потом в Татнефтепродукте, а потом в 30 лет где-то такой вот вышел, что захотелось что-то свое, и в принципе компания в 2001 году, то есть мы начали именно отчитываем компанию, что мы создали некий сервис по компьютерной помощи, просто клеили объявления на подъезды, переустановим Windows, подключим к интернету, антивирусы, то есть вот это было 2001 год, то есть был я, еще было два мальчика, которые в IT были боги, им было по 18 лет, а я умел как бы разговаривать, ну и вот с этого можно сказать, что все началось, ну дальше было несколько шагов, но это уже прошлое, но зацепились мы за направление, которое сейчас занимаемся, 8 лет назад это направление IP-телефонии, но тогда это не было еще IP-телефонии, тогда и слово IP-телефонии это было как раз звонки по карточкам, то есть вот именно это называли, а мы в общем-то поняли, что какие-то вещи, которые мы людям рассказывали, никто не понимал, что вот на компьютере может быть какая-то телефонная станция, и то есть что телефонная станция будущего это не Panasonic, а это именно программное обеспечение, в общем многие крутили пальцем у виска, вот, то есть говорили зачем, то есть это вот, это никому не нужно, там и прочее, то есть где-то там может быть опередили свое время, ну то есть начали заниматься там, вкладывать какие-то деньги, которые были от других проектов вот в это направление, создали какую-то модель, понятно, далеко на своих деньгах не уехать было, поэтому нашли московских инвесторов, которые там вложились в этот проект, вот, где-то за год мы его подняли до уровня там первых продаж, вот, после этого часть компании, то есть я вот уехал в Москву как раз для того, чтобы начать там создавать центр продаж, ну вот развитие, центр работы с партнерами, а казанская группа, она, ну по сути, вот и сейчас основной центр компетенции технической, он находится в Казани, в Казани находится вся разработка, в Казани находится вся техническая поддержка, в Казани находится, ну вот, участники, менеджеры проектов, вот, по работе с клиентами, и они так и находится в Казани, то есть компания сейчас вот таким образом разделена, и в принципе это даже, ну, получилось это таким вот плюсом хорошим. А первый продукт кому продали? Первый продукт продали, ну, один из самых первых клиентов, это был татарстанский альфа-страхование, вот, да, и, кстати, это было очень, очень для нас знаковое событие, почему, потому что, ну, представьте, да, то есть это только-только продукт вышел, это какие-то мальчишки, в общем-то, дописали какой-то продукт, да, и уровень, ну, уровень нашей компании и уровень компании-заказчика, он был, у нас разница вот между этим, был настолько большой, что сразу были видны, ну, перспективы всего этого направления, вот, то есть это сейчас мы работаем, то есть это действительно мы в месяц делаем по 30-40 проектов хороших, ну, то есть колл-центры, понятно, среди них есть маленькие колл-центры, среди них есть большие колл-центры, самая стоимость самих решений, она, ну, довольно снизилась за последнее время, да, то есть и как раз это как раз приводит к такому, ну, к такому буму, в общем-то, строительства колл-центров в организациях, которые занимаются работой с клиентами, просто не все знают, как это правильно делать, поэтому у нас сейчас вылезла еще тема консалтинга, то есть мы еще и учим, как построить правильный колл-центр, а что такое колл-центр? Колл-центр это ведь просто инструмент, то есть мы говорим о том, как правильно организовать работу с массовыми обращениями клиентов.